Аральское море. Некогда четвертое по величине озеро мира, которое за полвека высохло и уменьшилось в 10 раз. Сегодня это озеро является одним из ярчайших примеров экологической катастрофы мирового масштаба. Еще в 1960 году оно занимало площадь 68 900 квадратных километров, а в 2020 годы было уже меньше 7 000 квадратных километров. Уровень воды упал на 25 метров, а соленость воды достигла таких значений, что вымерли все виды рыбы, и оно стало похоже на Мертвое море. Геологическая история Аральского моря очень короткая. Оно образовалось всего 17 000 лет назад из-за таяния ледников на Памире и в Тяньшане, когда заканчивался последний ледниковый период. Исследования ученых показали, что уровень воды в море колебался на протяжении всей его истории. Так, например, в 2001 году на казахской части моря на бывшем дне обнаружили мавзолей Кердери 12 века, который в 15-16 веках был затоплен и до конца 20 века был на глубине 20 метров. В 1849 году под руководством Алексея Бутакова была проведена первая научная экспедиция по описанию Аральского моря. Сделан промер глубин, произведена полная съемка острова Барсакельмес. Открыто изучена группа островов Возрождения. Проводились метеорологические наблюдения. Велась опись ледовой обстановки в зимнее время. Проведен сбор образцов полезных ископаемых. А в 1850 году гидрографическим департаментом морского министерства уже была издана морская карта Аральского моря. В 1905 году российские купцы Лапшин, Риткин, Красильников, Макеев со своими лодками организовали крупные рыбацкие союзы. И создали акционерное общество «Хива» в Аральске. Положив начало промышленному лову рыбы в Арале. В эпоху СССР все рыболовецкие артели были национализированы, а масштабы добычи рыбы росли с каждым годом. В сети рыбаков попадались такие виды, как аральский лосось, усач, ещ, сазан, вобла, судак и другие. В лучшие годы в Аральском море вылавливали 50 тысяч тонн рыбы. В 1950-е годы поселок Муйнак стал центром рыболовства в южной части Аральского моря, а в 1963 году получил статус города. В 1930-е годы началось масштабное строительство росительных каналов в Средней Азии, которое особенно интенсифицировалось в начале 1960-х годов. Впервые резкое падение уровня воды было зафиксировано в 1961 году. Это в первую очередь связано с ростом потребностей сельского хозяйства в воде, а также строительством Каракумского канала на Амударье. Первая часть канала была открыта в 1959 году. В 1962 году, когда канал был завершен, он стал забирать 45% всей воды из Амударьи. В итоге уже в 1989 году море распалось на два изолированных водоема – Северное Малое и Южное Большое Аральское море. До 1970-х годов в Арале обитали 34 вида рыб. Из них более 20 имели промысловое значение. В 1946 году в Аральском море отловлено 23 тысячи тонн рыбы. В начале 1980-х годов этот показатель достигал 60 тысяч тонн. На казахстанской части Арала было 5 рыбозаводов, 1 рыбоконсервный комбинат, 45 рыбоприемных пунктов. На узбекистанской – 5 рыбозаводов, 1 рыбоконсервный комбинат, более 20 рыбоприемных пунктов. Уже к концу 1980-х годов рыбные комбинаты в городах Муйнак и Аральск были закрыты, а корабли встали на вечный причал в портах. Сегодня скелеты этих лодок можно увидеть на кладбище кораблей в Муйнаке. Рыбный промысел сохранился только в Малом Арале, а в Большом Арале из-за его высокой засоленности вся рыба погибла. Как итог, усыхание моря повлияло на климат региона, непосредственно прилегающего к бывшей акватории моря. На расстоянии до 100 километров от бывшей береговой черты, который стал более континентальным, лето стало более сухим и жарким, зима более холодной и продолжительной. В результате обмеление соленость Большого Арала резко выросла, практически в 10 раз. Что вызвало вымирание многих видов флоры и фауны, приспособленных к меньшей солености. Большой Арал потерял рыбохозяйственное значение. На месте бывшего Аральского моря появилась новая пустыня Аралкум. Эта песчано-солончаковая пустыня лежит на территории Узбекистана и Казахстана. На северо-западной конечности пустынь Каракум и Кызылкум. Помимо прочего, коллекторно-дренажные воды, поступающие с полей в русло Сырдарьи и Амударьи, стали причиной отложений из пестицидов и других сельскохозяйственных ядохимикатов на бывшем морском дне. Пыльные бури разносят соль, пыль и ядохимикаты на расстояние до 500 километров. Гидрокарбонат натрия, хлорид натрия и сульфат натрия переносятся по воздуху и уничтожают или замедляют развитие естественной растительности и сельскохозяйственных культур. Пыльные бури выносят около 100 миллионов тонн токсичных солей и пыли в год. Токсичные вещества из оралкума были найдены в крови пингвинов в Антарктике, а обычная оральская пыль – на ледниках Гренландии, в норвежских лесах и полях Белоруссии. Одной из серьезных опасностей является превращение острова Возрождение в полуостров. В советское время на острове находился закрытый город Аральск-7, Кентубек, где работал Центр изучения смертельно опасных заболеваний. Сибирской язвы, бубонной чумы, бруцеллеза, тулеремии. Полигон в южной части острова использовался для полевых испытаний. В зоне поражения расставляли клетки с подопытными животными. С самолетов их опыляли образцами бактериологического оружия, затем проводили лабораторные исследования, а полигон обеззараживали. В 1990-х была свернута программа разработки биологического оружия. Предприятия их город закрыли, полуторатысячное население эвакуировали в кратчайшие сроки, а опасные материалы захоронили в могильниках. Не все из захороненных агентов были дезактивированы. Споры сибирской язвы до сих пор обнаруживаются в почве, в частности, в останках неучтенных погибших животных. По мнению научного сообщества, вернуть Аральское море в прежнем объеме невозможно. При условии полной остановки забора воды и восстановления ежегодного речного стока до 56 кубических километров потребовалось бы от 100 до 200 лет, чтобы вновь наполнить Аральское море. При этом сейчас ежегодный сток составляет 6 кубических километров, что в 10 раз ниже нужного объема. Единственное, что можно сделать для улучшения экологического фона, так это засадить пустынными растениями бывшее дно Аральского моря. Тогда опасные пески не будут разноситься по округе. Но и здесь существует проблема. Пустынным растениям подходят не все почвы высохшего дна. Зоны, откуда море ушло в 1970-х и 80-х, в настоящее время представляют собой засоленные глины, на которых приживаемость саженцев и всхожесть семян невелики. Ученые предлагают расширить существующую в приоралии систему озер и создать защитные зеленые полосы из зарослей тростника, камыша и рогозы. В 2017 году стартовал проект создания зеленого пояса шириной от 200 до 1000 метров и длиной до 70 километров. По оценке одного из ведущих специалистов по проблеме высыхания орала, при успешном развитии проекта высадки зеленых полос в срок до 12 лет, экологическая ситуация в приоралии должна значительно улучшиться. В начале 1990-х годов существовал проект «Поворот сибирских рек», который предполагал переброску вод из рек северной части западно-сибирской равнины в Аральское море. Но очередная попытка вмешаться в жизнь природы могла вылиться в новые непредсказуемые последствия. Друзья, кому нравится то, что мы делаем, можете поддержать нашу команду одноразовыми донатами по ссылке в описании или QR-коду на экране. И большое спасибо тем, кто уже это сделал, ведь выход роликов зависит напрямую от вашей поддержки.